Добрый вечер, дорогие телезрители! Программа «Вчерний разговор» с Сергеем Скрипником начинается. Сегодня тема у нас о многоклановости в силовых ведомствах. И мы вспомним кланы полицейских, самый нижний клан. Клан прокуроров, это идет за полицейскими. Судейский клан. И как исполнитель главный, это все-таки судейские исполнители. У нас в гостях сегодня Павел Медриган, юрист, адвокат, доктор юридических наук. Бывший прокурор, который знает, что происходит у нас в правоохранительных органах. Добрый вам вечер. Добрый, если добрый. Я перечислил кланы. Я не могу иначе назвать, как кланы, потому что они взаимодействуют с собой только при решении каких-то определенных задач. В той стране, в которой коррупционные составляющие начинаются с самых низов. Но я не могу согласиться, как юрист, с таким определением. Но мы скажем элементы организованной преступности. Потому что, когда мы говорим, а что такое организованная преступность, то в этой организации входят чиновники, криминальный мир и мелкие шулеры, которые пользуются всем этим. Вот, казалось, мы критикуем парламент, правительство. А ведь есть еще серединка, такие директора СРЛ, у которого там стол и стул. И крутится, у кого там брат-депутат, у кого брат или жена-министр. Вот такая есть категория, от которых иногда задыхается город от Порши, от дорогих машин. И они эти не занимают ни министры, ни министерские должности, ни депутаты. Но очень есть такая прослойка, которая очень хорошо себя чувствует в нашей беднейшей стране. Жировая прослойка, в котором силовые ведомства играют свою определенную роль и порой решающую. Называется крышуют. Ой, вот видите, вы даже на сленг перешли. Крышуют. И нехотя задается вопрос. Порши не видны? У Роллс-Ройса не ездят? Бентли не катаются? Но смотришь, что власть и закон существуют только в Кишиневе. Я ведь не взял, не сказал о тех полицейских, которые работают за пределами города Кишинева, по всей республике. За тех прокуроров, которые работают у себя в районе, и каждый его знает. Не за судей, которые работают в этих районах. А за тот крышующий коллектив, который находится здесь, в Кишиневе. Потому что он на виду еще больше. Послушайте, натура человека такова, что она все время претендует к свободе. Причем неконтролируемой и абсолютной свободе. И зависит в каком государстве, сколько ограничить эту свободу. И ставить их в определенных рамках, которые мы называем правила поведения в обществе. Вот насколько позволяют этим так себя вести, то так они себя и ведут. Посмотрите, 90-е годы, когда рухнул Союз. И непонятно, перестройка, в чем она заключается. Люди как-то начали смотреть, а что дальше будет. Уже начались финансовые, там дефолт. Ну, приобрели нам, подарили нам независимость. А дальше что? Рухнуло государство. И вот шустренькие ребята так оглянулись и говорят, слушайте, так можно из этой ситуации еще выгоду сделать. И вот тогда пошло перераспределение материальных ценностей. И как мы говорим, это стадия дикого капитализма. Хотя мы еще не знаем, что такое по-настоящему капитализм. Вот это шустренькие ребята начали тогда сколотить этот капитал. Потом пришел период беспредела приватизации. И они разграбили, по большому счету, опять с государственными чиновниками обязательно. Эти комиссии, эти подписи, эти оценочные комиссии. Вот они потихоньку разграбили государство. Сделали себе такой первоначальный капитал. В том числе и телевидение. В том числе, смотрите, какой хороший бизнес сейчас создавать в аренду. Такие здания, которые были государственные, народные. На поте поколений наших родителей. Они стали хозяевами. А сейчас они очень спокойно получают дивиденд от этого. А люди так и остались обездоленными. И еще раз повторяю. Им просто позволили это сделать. Заговорили о прокуратуре. Мы работали тогда в прокуратуре. Но мы же под присягой. Мы как это? Была старая школа. Была все-таки дисциплина. Это прокуратура. Это КГБ, потом наш СИЗ. Это люди были. Там не случайно попадали люди. Поэтому там что-то неразбериха. Мы старались сделать свой долг. Но со временем и там появились люди, которые поняли. А ведь же можно воспользоваться. Заработать. Раз приносит, предлагает. Схему рисует. И всего лишь закрыть один глаз. Особенно это контролирующие органы. Это их полно. Бывшие БХСС и так далее. Я говорю, слушай, ты просто прошел и не заметил. Вот за это будет тебе. Я говорю, слушай, как хорошо. Оказывается, можно. И вот с этого времени, от того, что им позволили это, они просто стали наглеть и наглеть. Если мы поставим вопрос, от чего мы до такой ситуации дошли, то уместно было бы поставить вопрос. А наши прежние руководители, они все сделали, чтобы это не случилось? Начиная от президентов. Премьер-министров. Вот было неразбериха. А правительство что делало? А президенты что делали? Почему они не принимали меры, чтобы это не случилось, чтобы не разграбили страну? Чтобы люди не потеряли веру в нашу государство, да, молодое государство? И, к сожалению, пока не мы в научных кругах пока не дошли до того, чтобы сделать анализ, как и в другие страны. Ведь, посмотрите, в другие страны проходит 15, 20, 30 лет. И говорят, да, вот президент в тот период должен был принимать такие меры и не принял. Значит, он нанес ущерб государству и народу. А у нас пока все молчат. И мы пока плывем по течению. Тогда перейдем к началу моей программы, где я начал говорить о клановости. И начнем с МВД. Я обнародую некоторые факты, да, а вы можете согласиться, можете не согласиться со мной. МВД, период правления Коммунистической партии Молдавии. Вопрос такой. Когда началась ярая борьба с ворами в законе, якобы ворами в законе, некоторыми, и преступными группировками, возглавляемая министром внутренних дел Попуком, то явный переход в собственности был осуществлен так, что бизнес отметался в пользу МВД. Перевожу. Крышевали блатные. Теперь с того периода, когда появился тот министр внутренних дел, начали крышевать полицейские чины, которые уходили на пенсию. Или которые еще работали. Но цепочка сохранялась. Вот тот период. Анализировали у вас в научных кругах, как создавалась, как говорится, красная мафия. Ну, до красной мафии далеко, скажем, и вообще-то понятие мафия связано с Италией, с Сицилией. Красная мафия. Мы у нас говорим об организованной преступности. Правильнее будет. Правильнее. Посмотрите, когда пришли коммунисты в 2001 году, там было ряда обещаний, что вот там Союз, Россия, Беларусь, русский язык. Но две очень важные были моменты. И мы как-то не вспоминаем. Первое. Они обещали, что разберутся с кредитами, которые нам Соединенные Штаты дали в 1998 году. И многие бизнесмены не вернули. И правительство было вынуждено под своей гарантией закрыть этот кредит. Кстати, благодаря этому многие себе сделали первоначальный капитал. И второе обещание твердое было, что мы разберемся с приватизацией. Потому что приватизация начала массово в 1994, 1995 и так далее. И когда говорят, да, неправильно была приватизация, особенно государственных объектов. Я напомню, что у нас где-то было 250 объектов всесоюзного значения. Ну, начиная с военных заводов, это сигнал, счет МАШ и так далее. Микропровод. И главный флагман Мизон. И Мизон, еще много софтрансавта. То есть предприятия довольно солидные по тому времени на уровне Союза. Ничем не хуже Союза. То есть, как такие же предприятия были на Украине, в Беларуси, в России. То есть, современные, которые работали на тот день и были довольно приличные. Можно было их каким-то образом сохранить. Так и вот, обещали, что мы разберемся. Тогда и трастовые компании, так называемые, начали. Эти боны. То есть, чистейший обман населения, который сегодня люди, ну, кто-то просто не хотел отдавать. И остались эти бумажки дома, так называемые боны. Ну, разве что квартиры, то есть жилье приватизировали. В основном, большинство прогорели. То есть, эти шустрые ребята прогрели руку. Не хочу назвать эти, которые потом превратились в акционерное общество. Сейчас уважаемые люди, бизнесмены, политики. Члены партии коммунистов. В том числе. Ну, во всех партиях. У нас, знаете, два сапогопада. А для меня же название нет. Да, если мы это войдем. Это клан просто. Они друг друга знают. И все-таки возвратимся к тому, что... И вот в это время очень сложно. Я хочу сказать, что когда пришли коммунисты, было сложно. Там, помните, электроэнергию давали веером. Зарплаты в Галоши. Сказал, все, ребята, покончено. А зачем бандиты будут командовать? Не хочу назвать этих... Да, да, бандиты, вы сказали, бандиты. Все. Владимир Николаевич сказал, чтобы я не слышал, что там есть смотрящий в Кишиневе, там какая-то зона. Все правильно. Приучинским все поделили. Да. Вот был тот район смотрящий и так далее. Все, ребята. Мы берем под себя... И с поддержкой народа надо навести порядок в самобиле. Ага, да, да, да. Как же, а в самобиле было, мы же в этой стране, было страшно выходить вечером ездом, даже свеч не горел. Да, да. И вот потихоньку начали поднимать этих бандитов. Вот это, что вы говорили, с ворами в законе, там были какие-то операции частенько, частично они между собой. Но частенько была просто дана команда убрать. И поставить своих. Ну, своих, не своих, но это как бы в рамках закона. Вы сказали как бы, я уточняю. Вот, уточняю. Как бы в рамках закона. О, потому что как? Невозможно, чтобы командовало и государство, и бандиты. Нельзя. Зачем? Зачем? Да, зачем? Если бы государство, как бы. Потому что, знаете, все-таки у государства есть определенные обязанности перед гражданами. Да, можем это критиковать очень много. Но есть пенсии, есть соцсектор. Мы этот период можем бесконечно критиковать. Но если мы не будем объективны, тогда мы можем пойти по ложному пути. Конечно, было там чуточку наведен непорядок. Вроде бы благопрепятствовало и международное. Тогда был бум экономический во всем мире. И в Европе, и так далее. И пошло и строительство. Помните, там что-то начало шевелиться туда-сюда. Еще с Россией были хорошие отношения до 2006. Начали люди туда-сюда крутиться. И потихоньку, да, подмяли под себя важнейшие бизнесы в Молдове. То есть, знаете, как на войне. Свой-чужой. Свой-чужой. Кто свой? Я заостряю внимание. Свой-чужой уже появилось. Хорошо. Воры в законе убраны. С ворами в законе названы относительно честные бизнесмены. Тоже ворами в законе. Хотя никогда не судимые, не руководили преступными сообществами. Тоже это было. И это продолжается. Подмяв под себя и сделав полицейское государство. А оно на сегодняшний день полицейское. Как мы бы ни говорили. О своде слова, своде печати. Не надо делать, как говорится, ветер. Я заостряю внимание на деятельности МВД, которая под себя подмяла. Фактически убрав преступный мир, как вы сказали, бандитов. Правильно? И назначив других. Вся разница в том, что погоны другие. Те накалывали погоны, а те носили погоны. Сергей, давайте. Я в это время не занимался бизнесом. Но вы наблюдали со стороны. Ну, наблюдать одно. Поэтому вот пригласите вы несколько бизнесменов по беседе. Боятся по сей день. По сей день боятся. Но в частных беседах, да, конечно, нам тоже приходилось, как адвокаты, говорят, ну что такое. Но что интересно, что наши бизнесмены, вместо того, чтобы сплотиться, как в других странах, они тут же вошли в команду господствующих. Ребята, мы с вами. Ну и когда пошли уже ремонт этих монастырей, церквей. Вы же помните, был список. Тому миллион, тому два. И вроде бы на благо людей. И почему я говорю, надо быть объективным? Потому что, посмотрите, все эти демократы ни до Воронина, ни после Воронина. Никто не занимался монастырями, церквями и так далее. Давайте Богу отдадим Богова. А Кесарю Кесарева. Да, иногда прижимали этих бизнесменов. Но натура наших бизнесменов, и она пришла еще с конца 80-х, 90-х, все время что-то нашустрить. У нас же бизнес, он полулегальный. Причем все этим хотят. Не хотят платить налоги. А зачем? Потому что платить налоги это не выходит. По-белому работать у нас очень сложно. Почти невозможно. Горобие налоги, скажите правильно. Поэтому, что, пошел в налоговую? Ребята, сколько? О, пошли дальше. Пришла проверка, сколько? И вот, к сожалению, немножко здесь и виновен бизнес-сообщество. Они пошли по этому пути. Давай договариваться. И вот давай договариваться, идем по сегодняшний день. На таможню надо договариваться. Налоговая надо договариваться. И вот у нас по-прежнему скромные чиновники, в том числе в МВД. Ваши любимые начали. Пойдем к другим. Мы начали просто. Потом перейдем к другим. Государственный аппарат. И в том числе правоохранительные органы. Вот это вошло. Говорят, ну, хорошие ребята. Надо же помочь. Наши. Надо договариваться. Говорят, это все дело только в цене. И, конечно, вот этот беспредел пошел. И судебная система. Мы перейдем к судебной системе. И прокурорская. Ну, это все до кучи. Потому что, когда смотрят, а что я буду работать честно, когда вот Вася рядом, да, в таких же органах. Смотри на него. Машина меняет через 2-3 года. И никто не спрашивает. Хотя есть внутренняя безопасность. Есть там, да, да. Никто не спрашивает. Даже по сравнению. Знаете, во времена социализма я работал на комсомоле. Был комсомольским работником. Там был моральный облик строителей коммунизма. И коммунисты. Говорят, а ты откуда, парень, на такой зарплате можешь себе такое позволить. То есть, этот моральный облик тоже имел значение. Даже при передвижении. Помните, как морально устойчив в быту скромен. Даже всегда в характеристиках. Даже в 17 мгновений весны. Помните, устойчив, в непорочных связях не замечен. То есть, вот это как ты ведешь образ жизни всегда. Во всех странах мира. Во всех странах мира, да. Силовые ведомства проходят проверку. Очень тщательно. Очень тщательно. У нас получается так, что... Ну, я не могу говорить, конечно, тоже, что все приходят плохие сразу. Ну, переходим к прокуратуре. Это серьезный орган. Это представляет интересы государства. В судах это обвинители со стороны государства. Или со стороны потерпевших, я знаю, частных лиц. Потому что у нас закон о частной собственности существует на бумаге. И всегда вопросы. Откуда в прокуратуру приходят люди? Почему я задаю этот вопрос? Потому что меня всегда удивляло. Мне пришлось взять внутренний документ и посмотреть. Вот госпожа Бицешор. Она доросла до полковника. Я посмотрел все стадии возможной присвоения внеочередных должностей и званий. Вы понимаете, что нарушен закон был? Прямой закон государства три раза. Я как-то в одной из программ говорил. Если бы она защитила государство от какого-то преступления. Первое внеочередное. Затем защитила президента, если бы на него было покушение. Второе внеочередное. Но больше двух внеочередных давать невозможно. Как в период за четыре года можно вести резонансные дела, а не резонансные? Правильно? Вы со мной согласны, что резонансные дела? При этом реагировать на те кадры, которые были показаны одного из сайтов, как заходят в совещательную комнату судьи. При этом опять дурачков делали. Прокуратура, которая должна стоять на страже законности. Почему на сегодняшний день в народе говорится так? Лучше погасить, если ты совершил преступление. Я говорю, что люди говорят. Нужно гасить в самом начале. Это в системе МВД. До приезда прокурорских. С прокурорским будет стоить двое больше. Не доводите до суда. Все зависит от прокурора. Потому что в суде будет стоить в три раза, в четыре раза дороже. Это не мое. Это то, что мне люди говорят. И вот здесь вас, как бывшего прокурорского работника, не смущает пренебрежение с законом самих представителей прокуратуры. Сейчас я основываюсь на том резонансном докладе, который был совершен, пересдача своих полномочий господина прокурора города Кишинева. Господина Дьякова. Я такое выражение не смущает, я не использую. Мне просто стыдно. Дело в том, что я закончил Харьковский юридический институт. Может кто-то слышал. И там действительно воспитывали кадры. И когда мы пришли в 80-е годы в прокурор, это была старая команда прокурорских. Который еще при Иване Ивановиче Чабан был такой, который очень многие помнят. Это действительно. И всем прокурорам он говорит, ребята, если кто-то, какой-то первый секретар на вас хоть что-то пикнет, позвоните мне в любое время дня и ночи. Все. Он больше ни разу. И в самом деле. Чабан был награжден. Извините, такая ремарочка. Всеми высшими наградами Советского Союза, внутренними, ведомственными, по прокурорской. Там, по-моему, три степени у него было. Я скажу, что он мог к Ивану Ивановичу Бодю к любому зайти. Говорит, эти нарушают закон и разрушают государство. И никто из первых секретарей ЦК не мог хоть слово сказать. Потому что он тут же в Москве говорит, тут у нас эти... Ну, было и исключено, чтобы... На защите закона. Да, чтобы не считались с мнением прокурора. Так вот, мы в то время действительно имели соответствующие полномочия. Потому что в самом законе прокуратуре было написано, что прокуратура полномочия имеет надзор за соблюдение всеми лицами, то есть и физическими, за строгое соблюдение законов. Надзор за соблюдение, за точное, единообразное соблюдение законов. Точка. То есть ни один директор, СРЛ, не СРЛ, а партийный работник не мог позволить, потому что прокурор говорит, товарищ, вы нарушили закон. То есть это так было поставлено, что прокурор следит за соблюдением закона всеми. И действительно, когда мы кого-то приглашали в прокуратуру, не от того, что мы командовали, мы никогда никем не командовали. Мы просто спрашивали, вы почему закон нарушаете? В том числе, помимо общего надзора и так далее, у нас прокуроры были в судах. Пусть тогда судьи выносят явно незаконные решения. Это решение будет тут же отменено, и его вызовут на кого? Потому что есть прокурор, говорит, ты что пишешь-то? Ты что нарушаешь закон? И тогда я вам скажу, что судьи просто боялись прокуроров. И прокуроры не от того, что командовали судами, никогда не командовали. Просто их спрашивали, ты что нарушаешь закон, дорогой? Или ты... Ну, давайте уточним, кроме политических дел. Да. А там было мало политических. Там было ясно, и у вас прокурорские знали, кто обслуживает интересы КГБ. У прокуратуры был авторитет, потому что был орган в государстве, который защищал интересы государства. Ну, пошла демократия. Пошла демократия, говорит. А зачем нам надзиратель, да? Мы же сами тоже. И вот пошло 90-е годы. Первый парламент начал все эти законы менять и так далее, и так далее. И сказал, да, а нам не нужен больше надзор прокурора. А мы сами будем, если мы говорим о судебной инстанции, вот первая, вот вторая, как бы, контролирует первую. Ну, понятно. Верховный суд, как бы, нежестоящий. Вот пошли по такому. И вот полномочия прокурора, к великому сожалению. Вот я вернусь к этому, потому что сейчас реформа в прокуратуре. Я еще раз скажу, и еще раз буду. И с зарубежными тоже беседую с специалистами. Нельзя так быстро открывать шлюзы. Надо потихонечку, надо, чтобы люди привыкали к этой непонятной свободе еще. Потому что надо понимать, чтобы государство не может существовать без правил. Когда мы говорим правовое государство, это значит, надо соблюдать. Это все проходит через сознание. Поэтому, вот как мы говорим, что ослаб этот контроль. И не только со стороны прокуратуры. И у нас шустренькие ребятки. Уже в прокуратуре. Уже в прокуратуре в том числе. Поняли, что можно делать деньги. И немалые деньги. Поэтому, к сожалению, стала испортиться и прокуратура. А потом вот эта корочка, так называемая. Посмотрите, как раньше вели даже пьяные за рулем. Что судьи, что прокуроры. Корочка, ну и полицейским. Я понимаю, некоторых полицейских. Сейчас уже немножко меняется. Но раньше показывали корочку прокурор. Честь отдал и пошел дальше. Вот прикрываясь этими курочками, то просто безобразничали. Просто безобразничали. Вот этот пошел, когда человек не знает меру и не чувствует контроля за собой. Ведь же нас в прокуратуре тоже проверяли. Был отдел специально в КГБ. Когда нам же говорил, ребята, вы посмотрите, куда вы идете выпить 100 грамм. И с кем? И мы даже работая в прокуратуре, знали, что есть люди. Потому что это была необходимость, чтобы ты не потерял нюх. Очень важно. Поэтому, где выпивали 100 грамм, знали все в Кишиневе. Где прокурорский. Например, городская прокуратура через дорогу, помните, в подвале была. Только там могли себе позволить выпить с коллегами. Но у нас сейчас будет рекламная пауза. Одна минута. И мы продолжим интересный разговор. Потому что вы, как адвокат, не раскрыли полностью то, что я хотел от вас услышать. Ну, попробуем. Попробуем. Рекламная пауза. Буквально одна минута. Закончилась рекламная пауза. Это мы продолжаем нашу интересную беседу за наши силовые ведомства. А именно МВД, прокуратура, суды, а также отдельная каста рекетиров. Это судебные исполнители. У нас в гостях доктор юридических наук, юрист, бывший прокурор. Сейчас практикующий адвокат. Правильно? Да. Павел Медриган. Мы остановились на этом интересном. О том, что в прокуратуре некоторые люди потеряли совесть. И вот совесть, это самое главное, что... Поменяли на деньги. Совесть поменяли на деньги. А такой факт, что, понимаете, совесть и мозги несовместимы. Я имею в виду умственный процесс, связанный с этим. Как могут люди, находящиеся на госслужбе, а именно прокуратуре, строить дома, которые не могут построить себе ведущие адвокаты, которые берут за свои услуги, да, деньги какие-то. Или ведущие бизнесмены могут, миллионеры, только построить такие хоромы. И при этом они даже не боятся, что со стороны государства кто-то подойдет и спросит, откуда деньги-то? Давайте, Сергей, уточним, что процентов 60-70 правильные прокуроры. Я сказал, за городом Кишинево. Ну, и там, и там. А, у нас огромная республика. И в городе есть правильные. Видимо, я не сталкиваю. Правильные. Правильные, да. То есть разумные. Не строят просто дома. Это не ангелы, но разумные ребята, которые работают, кто-то по призванию, кто-то кому-то нравится. И фанаты даже есть, вот он ему. Есть. Поэтому всех смешать до кучи было бы неправильно. Телевидение направлено на то, я не должен ни вас учить, ни наших зрителей. Это назревшие вопросы. Я был обязан сделать эту корректировку, потому что это мои коллеги и бывшие, с кем я работал, которые работают и по призванию. И вы, Сергей, говорите за них неправильно. Но я уточню. За тех, которые строят дома, трехэтажные, четырехэтажные. Я начал с таким постулатом, что человек ведет себя, сколько ему позволяют. Если потеряно чувство страха, а вот эти ребятки, которые по домам, и не только прокуроры, и судейские, они просто не боятся. Не боятся, что кто-то придет и его спросит. А почему? А потому что вот это спрут, это как пирамида. Ведь же он не в одиночку. Ну, конечно. Он же с кем-то. Рука руку моет. Но не только моет, но знает, что ведь же кто может к нему прийти и спросить, вышестоящий, а он-то с вышестоящим в хороших отношениях, или это родственник, или по партийной линии, или учились вместе. Вот эта партийная линия, хочется палец вот так самому себе. Или в молодые годы что-то нашустрелить вместе. Так это же братва своего рода. Да. Братва. Поэтому, говорят, ну так как это, что придет Вася ко мне, спросит, откуда я его взял. Ну, как он смеет, когда он сам строит. Вася, ну ты мы же с тобой вместе, ну не надо, имей совместно. И создались такие замкнутые группировки. Группировки, они друг друга давно знают. И они знают это как омерта. Группировки преступной сообщества. Никто ничего не скажет. Вы знаете, омерта заключается, это все закрыто. Это называется язык на замок. Язык на замок. Вот если кого-то из этой команды, никто никого не сдаст. Думать. Никто никого. Нет. Он сам уйдет, возьмет на себя. Потому что вот в этом есть сложность. Я что скажу, что ворую вместе и с тем, и с тем, и с тем? Не скажу. Потому что... Увеличит срок. Ну, совершенная группа лиц. И не только срок. Там ведь руки тоже достанут, если получишь срок. Это довольно сложная комбинация. Маленькую сносочку сделаю. По анализу проведен независимыми организациями. Не хочу их подставлять. Но самое интересное, по тем заказным убийствам, которых резонансных были совершены, почти 90% бывшие сотрудники силовых ведомств. А некоторые преступления вообще не раскрыты. Интересно. Конечно. Если они спецы, конечно, они знают методику расследований. И они принимают... Сокрытие. Ну, так во всем мире. У нас есть и киллеры, и всякие прочие. Что мы хотим, что поделаем. И сдержки капитализма, как мы говорим, когда рухнуло государство. Кто у кого сегодня болит сердце за наше государство? Скажите, у кого? У парламента? Нет. Правительство? Политических партий? У кого болит по ночам, чтобы народ был накормлен? Чтобы цены были разумные? Чтобы были рабочие места? У кого у нас болит сердце за это сегодня? А давайте вы не мне будете задавать вопрос, а себе. И ответьте на него. Я задал риторически, потому что я знаю... Вы саркастически сейчас. Мало кто этими думами живет сегодня. К сожалению, но мы, народ, не научились их выкинуть оттуда. Вот идет сейчас переосмысление. Страх у народа. Страх. Что будет еще хуже. Да, и есть дефицит в лидерах. Потому что этих лидеров сегодня тоже никто не защитит. Наштампуют уголовное дело. Да, понадуманно. Мы опять возвращаемся к прокуратуре. Увы. Увы. Давайте перейдем к судебной. Потому что у нас время летит, между прочим, очень быстро. И мы переходим к судебной все-таки нашей ветви власти в государстве, которая должна быть истинно независимой. Истинно, насколько она скрыта в правосудии, закрытыми глазами. Но, очень удивительно в то, что на смех воспринимаются самые интересные приговоры. Одним дают 10 лет тюрьмы, будем говорить так. Тюрьмы, зоны там, где положено. Другим дают по этим же совершенным преступлениям условно. 5 лет, 6 лет. Мотивируя тем, что это ниже Нижнего. Что ниже Нижнего, непонятно. Какие оправдательные, непонятно. Бандиты убегают. Кидалы, создающие финансовые пирамиды, скрываются. А если они попадаются, они получают условные сроки. И напрямую, фактически, нарушение закона, судейские, закрытым кланом. Опять же говорю, вот вы сказали, прокурор закрытый клан. Каста. Касты. Касты. Ой, как это страшно. И судьи. И вот, где бедному человеку найти правду в этой стране? В небесах. А, говорит, на дне моря. Но, к сожалению, у Молдовы нет моря. Правда лежит на дне моря. Но у Молдовы нет моря. Поэтому, где найти в Молдове эту правду? Ну, это так. Это очень печально. Это именно не то, что печально. Мы заговорили о государстве и о демократическом, так сказать, государстве. Вот чем отличается одно государство демократическое от недемократического? Это долгая история. Но скажу, чтобы мы понимали, откуда ноги растут. У судебной системы. Вообще в государстве. Почему в государстве? Не только. Один из признаков демократического государства называется разделение властей. Разделение властей. А когда одна власть под себя все власти, это есть тоталитаризм. Вот у нас политическая власть. Значит, признаки есть у нас. Тоталитаризма и диктатуры определенных лиц, которые находятся во главе политической верхушки государства. Ну, так можно это рассмотреть. Сейчас мы установили так называемое захваченное государство. А захваченное кем? Политическим классом. Политические партии приходят, ставят своих людей. И эти люди, в том числе правоохранительные органы, судебные, выполняют их волю. И кто не выполняет, тот просто как белая ворона. Вопрос простой. Будешь служить нам или нет? Вот есть должность прокурора чего-то. Ты как, с нами будешь работать или ты как? А ты скажешь, да нет, я буду соблюдать закон. Ты хороший парень, но ты жди, мы подумаем. Иди отдохни. Иди отдохни. Вы знаете, вот здесь пример, где судебная власть, верховная судебная власть у нас существовала. Было вот неинтересно выбор генерального прокурора. Когда были отвергнуты все кандидатуры, и председатель, тот, который должен был выбрать генерального прокурора, от той комиссии, ну и стал вдруг генеральным прокурором. И я вот подумал, а где те, кто следят за беспределом в назначениях? Смотри, мы путаемся в двух березах. Я еще раз повторяю, у нас политический класс в лице партийных, политических партий, которые приходят к власти. Полномочия предложить кандидатуру генерального прокурора имеет председатель парламента. Точка. А кто такой председатель парламента? Он откуда приходит? Из демократической партии. Ну неважно, из политической. Так как, ну, вы же говорите, должно быть разделение ветвей власти. Ого. Власть судебная, она во всем мире независима от политического... Знаете, это выражение, давайте мухи отдельно. И котлеты отдельно. И котлеты отдельно. Но у нас котлеты с мухами. Мы за 27-то лет пока не построили демократическое государство. Зафиксируем этот факт. Да, мы говорим, что это есть переходный период. Он может быть долгий. Все зависит от многих факторов. И внешних, и внутренних. Мы страна разделенная по политическому южению, по внешнему вектору и так далее. У нас много шустрых ребят, которые договариваются со всеми партиями. Вы посмотрите, идите на свадьбу какую-то. Да. Или на день рождения что-то. Или на куматрию. Там со всех партий. И все по плечу. И все очень хорошие друг друга. Потому что бизнес. Да, бизнес свой общий. Там дочка где-то, сын. Ну надо что-то решать и так далее. Это не в парламенте что-то создают. Вот мы, если успеем, к сегодняшному дню. А так ребята друг друга знают. Кто-то говорит, как не дашь, все равно к коммунистической партии попадешь. Потому что все оттуда вышли. Да, вот посмотрите. Ярые демократы все с коммунистической партией. Ярые демократистской, чтобы другие партии. Прошли туда школу. Так они друг друга знают. Потому что у нас маленькая страна. Кто-то с кем-то роднится. Понимаешь, у него брат в той партии, сестра в другую партию. А когда надо, они решают вопросы. А для пипла, да, для народа. Который хавает. Да, вот иногда создают, что мы твердо стоим на позиции и так далее. Нам очень нужны принципы правового государства. Чтобы нас уважало государство. И мы уважали государство. Поэтому надо, я понимаю, свободы и так далее. Если в центре не будет государства, потому что она защищает. Она должна заботиться о каждого гражданин и о всех. А мы говорим, а зачем нам государство? Нам надо решить этот вопрос. Надо туда заплатить. Надо туда. Поэтому, к сожалению, наши лидеры, начиная от президентов, все эти годы, это не какой-то гавил, который сказал, ребята, мы народ единый. Мы должны все вместе сплотиться и построить это государство. У нас нету, к сожалению. Наши руководители не служат моральным. Моральным, повторяю, примером для граждан нашей страны. Сказал, ребята, я президент. Если кто-то скажет, что я ворую, или я крышую свою семью, или что-то где-то. Вот давайте, после отставки, делайте со мной что угодно. Я чист, вот. Я пришел служить народу. Ничего не возьму, кроме зарплаты. Проверяйте меня днем и ночью, любой орган и так далее. Поэтому, когда в обществе есть лидеры спиритуальные, мы говорим, моральные, тогда и общество сплачивается. А когда все воруют налево и направо, создают кланы для семей, для сыновей, для дочерей. Ну, судебная власть-то. Такая же, как и другие. Ничем ни хуже, ни лучше, чем парламентская, чем муниципальная и так далее. Ну, как быть белой вороной? Белой. Невозможно. Это надо быть, чтобы было комплексно. Все требовали ко все. А вы хотите, чтобы какой-то орган был честный, а остальные нечестные? Невозможно. Там же такие живые люди, там тоже попадают по таким критериям. И они тоже хотят жить много и быстро заработать. Человеческая сущность и натура, к сожалению. У нас человеческая сущность и натура позволяют делать то, что делается. Это нам колом по голове чесать. Приходить биться головой об стенку в любом госучреждении, где рабочий день начинается в 8, но до 9 они пьют кофе. В судах назначаются судебные заседания и отменяются по желанию судьи. То у него живот болит, но ты его видишь в ресторане через дорогу. То прокурора нет, потому что он порвал свои ботинки, но при этом он их поменял на самые лучшие от Полини. И очень интересная вещь, что вот так из этого безысходности люди все больше замыкаются в себе. Вы понимаете, что когда веры единого нет, то мы не рискуем. Мы стоим на грани потери государственности. Полной потери государственности. Как бы нас не тешили, но говорят, когда преступные организации, кем бы они не руководились, в погонах, без погон, и нет судебной власти, то это уже должно быть каждодневное заседание Совета Безопасности, при котором решение должно быть принято кардинально. Это факт. Италия, когда стояла на грани, вы помните, она сделала меры таковые, что были сняты. Генеральные прокуроры Италии, это страна развитая. Правда? Все прокуроры всех провинций были сняты. И заменено, сделано подразделение, которое боролось с этой коррупцией, коррупционной составляющей, где сговор был. Сергей, давайте так. Вот есть дерево. И есть плоды. Которое дает плоды. Значит, чтобы это дерево дало плоды, надо ухаживать за этим деревом. И иногда ветки, которые подрезать. Вот точно то же самое и судебное. Красиво высказали. Тоже судебная система. Там большинство судей правильные. Правильные люди. Правильные. Если бы вы знали, какой объем работы там, особенно в первой инстанции. Да, в первой инстанции. Вот сегодня, сколько сейчас? Семь часов? Да. Половина судей на работе сейчас. И секретарей. И консультанты. Между прочим, секретарей – это будущие судьи. Может быть. Может быть. Там по закону немножко по-другому. Но я вам скажу. Что, чтобы мы имели доверие к этой судебной системе, потому что я ее немножко знаю. Надо заботиться о ней. Немножко. Немножко законодательство привести в порядок. Потому что вот мы на них жалуемся. Они, большинство из них тоже жалуются. Куда? Я вам скажу. Больше половины из них бойные. Вот они целый день. Вот некоторые приходят в восемь часов, приходят на работу. И не выходят оттуда. Даже на обед. Вот я не хочу никого защищать. Но там есть ветки, которые не урожай. И еще вредят другим веткам. Их надо вовремя отстричь. Выгнать те, которые... Вот много говорили о бывшем экономическом суде. Да, там, конечно, даже по сегодняшний день, если поднять эти дела 10 лет назад, посмотрите, сколько добра государственного ушла через эти суды. А вы знаете, что у нас был флот? Почему? Есть еще. Ага. Есть. Частных... Вот я был в бухте в Крыме. Сказал, ребята, там вот ваш флот, несколько кораблей было и так далее. А куда они делались? Самолеты, пароходы и так далее, и так далее. Земельные участки очень много. А много через судебные органы пошло. Поэтому, я думаю, что еще есть возможность оздоровить судебную систему. Как? Как вы видите это? Иногда говорят, что надо начинать снизу. В судебной системе нельзя снизу. Это там не принимается решение голосованием. Там есть закон. Это надо сверху провести порядок, порядок и реформу. И сказать, ребята, что для судьи надо, чтобы он работал. Ладно, многие годы у них были маленькие зарплаты. Действительно. Для судьи 4-5 тысяч при наших ценах, имея двоих детей, это 5 тысяч не много. И когда там они дела решают в миллионах, есть, так сказать, искушение. Зарплату вроде бы более-менее. Более-менее как-то решили. Второе. Надо создавать нормальные условия труда. А вы в судах были? А вы в сектор Чентру. Пойдите там. Будут сидеть друг на друга в одном кабинете, где идет суд. Там судья, секретарь, переводчик, прокурор, адвокат. Один, второй, третий. Друг на друга. Вот правосудие, там дышать нечем. Я видел, видел, видел. Поэтому, если мы все так очень в общем поговорим, что вот судебная система, это было бы неправильно. Что меня смущает? Что мы проигрываем в европейском суде и в денежном выражении, и вот к этим, которые вынесли явно незаконные решения, а ведь европейский суд четко говорит, вы нарушили право, право собственности. Никаких мер не были приняты. Эти судьи ушли на пенсию. Они получают по 14-15 тысяч пенсий. Ну, не все, но... И вот они сегодня, после своих героических поступков против собственного народа, потому что это есть решение, и наши государства, хотя такой полномочий есть у прокурора, в регрессном порядке, если ты такое натворил, отвечай перед эти женщины-одиночки, которые с детьми, перед детьми, которые не идут в школу, потому что у них нет сапог, перед школами, которые нечем накрывать, мы платим миллиона и миллиона евро за явно незаконные решения. Вторая часть – неисполнение решений. Вот я сегодня тоже был в суде. Генеральный примар не исполняет решений суда. Он не хочет. Не хочет. Его привлекает к административной ответственности, суть-исполнитель. А я не буду. Возбуждено уголовное дело. Я все равно не буду. Ну как в другой стране это возможно? Это быть даже в мыслях не может. И очень много решений, которые не исполняются. Это у нас Министерство финансов. Конечно, Европейский суд по этим делам мы там проигрывали. А кто спрашивает с них? Я думаю, это надо начинать с президента. Он все-таки гарант Конституции. Он бывший судья. Он был и на все эти собрания общий судей. Говорит, ребята, ну давайте в конце концов прекратим. Я знаю вас каждого, чем дышит. Давайте так по-хорошему. Ребята, что было-было? Вот эти, которые вы не можете ничем оправдывать ваше имущество. Дома, как говорят. Ребята, пишите и уходите. Но это же надо сказать, уходи. Или ты все потеряешь. Конфискуем. Да, вроде бы приняли поправки в законодательство. Что если ты там... Ну что, начали там договора о дарении. Да, что от родителей, которые когда-то работали в колхозе, имели по 60 рублей. В колхозе 60 рублей? Ну, было раньше. Это в совхозах было 60 рублей. А в колхозах не было. Вот эти родители подарили нашим судьям. Да, за 3 миллиона долларов. Дворцы. Ну, смешно же. Но ведь же это кто-то... Так все политики тоже говорят. Лидеры партии говорят. А это осталось от бабушки с дедушкой. А там работали столько лет. Я поднял те... Во-первых, трудодни там были. Начнем с этого. Рублей 60. Это был праздник. Ну, ладно. Ладно, Сергей. Это давно рухнули колхозы. Ну, и за этот период тоже на селе много не заработаешь. Не заработаешь. Там концы с концами. Ну, откуда эти бедные родители могут подарить нашим судям вот такие... То есть, вешают эту лапшу, и все будто не видят. Я почему говорю что-то? Морайный авторитет наших руководителей очень важно. Потому что, посмотрите, есть у нас и приличные бизнесы. Тяжело. Ну, кто? Когда там человек работает, когда дает себе работу, и он является примером для всех работников. Тогда и компания. Она все же таки тяжело. Когда нормальный руководитель, требовательный к себе в первую очередь и к другим, у него есть авторитет, и он может сколотить команду и добиться успеха. А когда у нас никому нет дела до ничего, ну, как будет наше государство прогрессировать? Ниоткуда. Прогрессировать? Ну, прогрессировать? Давайте, вы же сами в начале программы начали, в середине программы сказали. Ну, откуда взяться? Откуда взяться тому, что есть? Законности, по крайней мере. Я верю. Вы знаете, как Виктор Цой и Высоцкий пел. Я это никогда не восприму и жду перемен. Я верю, что будут. Найдутся люди. Потому что это до бесконечности продолжаться невозможно. Не верю, что наш народ настолько может быть безразличным к самому себе. Но не верю. Я не верю в то, что народ верит на сегодняшний день. Вот не верю я, что верят в то, что перемены возможны. Но есть у нас такие люди, как Павел Медреган, который верит, что перемены будут. И вне зависимости, когда. Правильно? А я верю в то, что может произойти самое опасное. Просто мы потеряем государственность. Бо. Все признаки есть. Почему сказал Бо? Потому что так было принято в южно-русском языке. И вот здесь, в конце нашей программы, задам опять же такой провокационный вопрос. Вот вы верите, что будут перемены. Вы сказали, что так должны сделать. Готов что-то сделать для этого. Скажите, вот провокационный вопрос. А вот вы считаете, кто это может сделать? Есть у нас такие лидеры, которые возьмут на себя ответственность? В сложные периоды многие государства должны появиться. Знаете, в Германии не было. Сто лет назад не было так в Германии, как сегодня. Они шли этапами. Но мы это знаем. Я думаю, что появятся лидеры. Не могу назвать, к сожалению, фамилии. Потому что вопрос лидерства в чем? Он должен жертвовать собою. Вот первое. Кто готов на это? Да. И, к сожалению, у нас пока нету. Потому что люди беззащитные. Беззащитные. И когда мы надеялись на наших европейцев, сказали, ребята, по-моему, вы перешли в всякую красную черту. И мы на этом надеялись. Надеялись. Потому что, как бы сказал, жаловаться кому? Ну, некому пойти жаловаться. Ну, некому. Потому что они друг друга позвонили. И кому ты жалуешься, тот же прочел твою жалобу. Потому что они друг друга знают. Говорят, слушай, на тебя пишут. Да я его проучу. Да. Я думаю, что с помощью Бога, в первую очередь, может он сжалится над нами. Ну, а во-вторых, я думаю, что ближайшие выборы будут они досрочные или нет. Многие люди, которым дорого наше государство. Потому что наше государство, я верю, что будет вечно. Я государственник. У нас есть и поменьше государства. Есть и тоже, которые не имеют там ресурсы натуральные и так далее. Но, вот посмотрите, Япония. А сколько там минеральных и так далее? Ум. Поэтому я думаю, что вот после этого периода неразберихи, смуты, я бы сказал, появятся люди, у которых болит душа. И я очень надеюсь, чтобы это было из числа деловых людей, именно с бизнеса. Потому что что-то начинать где-то надо, какие-то средства, да, а другие поддержат. Когда скажут, нет, ребята, мы должны построить свой дом, отремонтировать крышу, сделать лестницу и так далее. Нам жить в этом доме. Я думаю, что есть такие люди, но они пока часть боятся. Часть решили лучше приспособиться, не пойти против ветра. Но рано или поздно они поймут, что так нельзя. Они потеряете бизнес. Потому что одни приходят, другие... Сейчас вот заговорили о МВД. Ну, просто сейчас занимаются некоторые рэки там государственным, да. Приходят, что там, проверка. Все снимает, компьютеры, бумаги, все. Чего как, разберемся. А потом... Как хваста, сколько уплатишь, чтобы все было красиво. Ну, кто в этом государстве остановит этот беспредел? Кто? Я думаю, что все же таки... Я надеюсь, мне хотелось... Я не готов поднять руки, я не сдаюсь еще. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие годы, не знаю, на следующие выборы появятся, для меня не важно, проевропейский, про какой-то, про китайский вектор, про, я знаю, про японский. Без разницы. Я хочу, чтобы мы жили в комфортабельной стране, где уважали друг друга и государство, чтобы наши люди и наши дети видели свет в конце туннеля и приложили свои усилия, не только ждали. Вот я преподаю в университете, в том числе на мастерат. Я их спрашиваю, ребята, вы что ждете? Ну, вот, зарплата нам дадут. Мы еще не включились в том и не осознали, что наше благополучие зависит от нас. Потому что у нас нет таких лидеров, ни министры, ни политики, которые объяснили и ходили бы по селам. Потому что иногда в селах там остались двое-трое с сигаретой, ходят по центру и ждут, когда 100 евро вышлете из Италии. Всем надо сосучить рукава и хотя бы для себя что-то начинать. Подметать подъезд, отремонтировать заборик там в подъезде, что-то. Мы почему-то еще ждем, а этот что нам принесет? А вот политическая партия появилась новая. А она что нам даст? Поскольку? Вот у нас деформированное сознание, к сожалению. И вот эти лидеры должны объединить и сказать, Ребята, вот дорога. А дорога какая? Работать. Работать много и хорошо. Не воровать, не обманывать. Наше спасение в нас. Работать много и хорошо. Два-три раза больше, чем немцы. Я скажу, у нас производительность труда очень низкая. Очень низкая. Поэтому говорят, почему у нас зарплату не повышать? Да невозможно повысить зарплату, если не повысить производительность труда. А как повысить? У нас все оборудование, все устаревшее. Мы еще сапой пытаемся что-то делать. Поэтому наша судьба в наших руках. Вот заканчивая программу, уже скажу так. Как бы резюмируя то, что было сказано, и подчеркну одно. Да, все есть в наших руках. Да, все от нас самих зависит. Но когда тебя поддержит какой-нибудь прокурор твоего района, в решении твоих вопросов, судья примет правильное решение, тогда это будет правильный и маленький шажочек к тому, что вы сейчас сказали. Спасибо, я скажу, Павлу Медригану. Спасибо за программу. Смотрите нас. У нас всегда интересно и очень интересные люди. И интересные темы. До свидания, дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова